Достаточно быстро ее пролистать. Хотел бы просто поговорить о денежной системе, о проблемах развития села. Но вы знаете, что у нас проблемы на селе, в отличие от многих других стран, в северо-западном округе 50-2% вымирающих населенных пунктов. Все люди стягиваются в Питер и в Москву. Ну давайте так быстренько мы пролистаем. И вот я хотел, если кто-то из вас не видел, очень любопытная книга Александра Васильевича Чаянова. Называется «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Вот поразительно, но буквально в начале 20 века Чаянов излагает, а это в общем-то такой великий экономист-аграрий, он излагает свою версию организации жизни на земле, ну в виде фантастической такой книжечки. Фабула ее такая, вот его брат Алексей вдруг оказывается мистическим образом в 65-м году. Это вот в ту пору очень далекая перспектива. И вот он случайно оказался в Москве из Соединенных Штатов, утром открывает окошко, смотрит, иди удается. Как же так? Виден Кремль, а до Кремля луга, поля, сады. Он сказал, что, как, а что произошло? Ему говорят, разве вы не знаете? У нас же в 30-е годы пришли к власти люди, которые понимают, что такое природа, понимают, что такое, значит, аграрный сектор. И они приняли закон, который запрещает строительство городов численностью более 300 тысяч человек. Ну, не обошлось без перегибов кое-где. И вот Москву зачистили как бы начисто практически. И, значит, теперь у нас, говорит, города, в принципе, есть, но города – это не место жительства. Люди живут только на земле, живут, значит, именно в одноэтажной России. А города, они остались, но как места сборки. То есть в городах никто не живет. В городах приезжают, чтобы сходить в музеи, приезжают на учебу, в театры и так далее, и так далее. А постоянных жителей там нет вообще. Постоянные жители там только те, кто обслуживает этих приезжающих. Вот примерно такая версия, которую он излагает, понимаете? Ну, понятно, это то, о чем человек мечтал. И вот мы здесь в перерыве тоже обсуждали. Конечно, может быть, о некоторых вещах я, может, зря и не говорю. Я многие вещи-то понимаю, но, ну, как бы вот непонятно, рано о них говорить, что называется, чтобы… Ну, вот Чаянов, видите, в его-то годы вот такие вещи писал. А мы-то говорили сейчас в перерыве вот об отношении вообще к земле, к миру и к животному миру в том числе. Понимаете, сегодня, что мы не видим, это все-таки, ну, противоречит такому, что ли, каким-то нравственным, божественным началам. Я вот вам приводил слова Пола Маккартни, что если бы в бойнях сделать стеклянные стены, то все бы стали вегетарианцами. Ну, а вот мне напомнили слова Льва Толстого, который говорил, что пока будут бойни, будут и войны. То есть вообще вот этот эгрегор, бед, страдания, несчастья, это, ну, в общем-то, свыше идет воздаяние за то, как мы живем. Сегодня вот это убийство, оно животных, оно стало просто потоки, нормой. И еще раз говорю, все там вот красивые и напомаженные женщины и аккуратные мужчины берут там вот эти упаковочки. Но они не видели, что было до этого. И, конечно же, земной шар нас очень серьезно преобразился бы, если вдруг люди когда-то осознали бы, что есть себе подобных. Это противоестественно. И, наверное, изменился рот человеческий. Но сегодня говорить об этом все-таки, наверное, рановато. А стоят за всем этим исключительно проблемы прибыли и проблемы доходов и проблемы финансовых структур. И все происходит только потому, что мы потеряли вообще ориентиры сути и смысла денег. Что такое деньги? Я уже говорил, деньги – это информация на бумажных или электронных носителях. А обмениваться нужно товарами. Нельзя за товар, товар свой отдавать за бумагу. Это нелепо. Но мы, тем не менее, это делаем, говоря, что у нас, в общем-то, есть экономика. И вот я вам на этой картиночке хочу показать истинную суть операций, скажем, по продаже нефти за доллары. Вот первый этап. В Соединенных Штатах есть доллары, а у нас есть нефть. Дальше что? Нефть поступает в Соединенные Штаты, а доллары, они поступают, вы знаете, что доллары, они поступают через компанию в Центральный банк. Потом Центральный банк, когда он получает доллары, он под них, ну, российская нефтяная компания получает доллары, но передает их в Центральный банк на обмен. И Центральный банк, получив доллары, он печатает под них рубли. Потому что рубли у нас печатаются под долларовое обеспечение. Вот. Это вот третий этап. А четвертый этап – доллары Центральный банк передает на хранение в резервы Соединенных Штатов, то есть они возвращаются в Соединенные Штаты. А рубли уходят в нефтяную компанию. Ну и что? Что мы получили с этого? Мы получили право на эмиссию валюты, и все. То есть, а если бы мы нефть не передали, ну, то же самое и было бы. Зачем нам нефть-то было отдавать? Для того, чтобы напечатать рубли. Вот иногда вот такое существо, не финансовое, а реальное товарное, оно как-то вот так неправильно истолковывается. Ну и, пожалуйста, здесь не будем останавливаться Коран и Библия. Это уже Аристотель, вы помните, очень давно об этом говорил. И даже Ватикан. Это я вам говорил, а вот здесь цитата. Это официальная газета Ватикана, где написано «Этические принципы, на которых основаны исламские финансы, могут помочь приблизить банки к клиентам и вдохнуть в них истинный дух, который должен присутствовать в любых финансовых услугах». Вот это, видите, позиция Ватикана даже. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, дальше. И вот даже, когда смотришь купюры прошлого, так хоть немножко понимаешь смысл денег. Видите, государственный кредитный билет. Что у нас сейчас? У нас Банк России. Билет Банка России, да? Но это-то был государственный кредитный билет. Посмотрите, здесь подписи. Подпись управляющего, подпись кассира. И это действительно кредит, обеспеченный причем, потому что есть чем рассчитываться за него. Четко написано, что за этой бумажкой стоит. Вот изначально деньги, как они выглядели в 98-м году. Ну, мы много говорим о том, что нужны новые стандарты обеспеченности валют, потому что золотом теперь они не обеспечены и не обеспечены вообще ничем. Ну, и вот как-то информация наша, вы, наверное, это тоже слышали, что бывший ученый НАСА, он такой популярный радиокомментатор, предложил новую универсальную валюту, лектро, основанную на киловатт-часе электроэнергии. Так что Соединенные Штаты в этих вопросах тоже начинают продвигать идеи, о которых мы очень давно говорим. Ну, пожалуйста, следующий. Это вот шеймуратики, о которых я вам показывал и в натуральном виде. И это вот, я говорю, пример того, что как только мы расшили вот эту проблему нехватки платежных средств в селе Шеймуратова, за два года товарооборот вырос в 12 раз. Вот реальный ресурс возможного развития экономики России. И вот хотел я сказать как раз о том, о чем мы с вами постоянно говорим, что необходимо понимать, что не может президент ничего изменить, пока не будет в обществе соответствующее понимание. Здесь, значит, вот в прошлый раз у меня спрашивали, ребята, где можно найти эту информацию. Здесь вот все приводятся адреса, кому это будет интересно, можно потом взять, презентация здесь осталась. Значит, Путин говорил о ЦБ, видите, что его надо приватизировать. Потом говорил о продаже за рубли и, значит, нефть, Центральный банк и... Ну вот основные вопросы, конечно, это национализация ЦБ и продажа за рубли. Это мы с вами уже слышали. Третье там торговля на наших... Да-да-да, торговля, вот это то, что я говорил, что... Ну это я вам тоже приводил пример сопоставления. И вот хотел бы еще сказать, что вот как Пьер Франкастель отмечает исторические материалы, что как только в Европе с 10 по 13 век было упразднено расставщичество и судный процент был отрицательный, то есть захоронение денег в банке, вот как и в Шеймуратова, если вы их куда-то положили, то нужно за это платить, они дешевеют. А в Европе три века так было, когда активно развивалось. И при отрицательном судном проценте, вот его, значит, характеристика, никогда прежде не наблюдалось столько больших строительных площадок. Вот было построено 5600 водяных мельниц, в 3000 деревень во Франции, насчитывалось всего это гораздо больше. Почему? Потому что если невозможно сокровища хранить в деньгах, то тогда в чем? Вот как сейчас, автомобиль купить, автомобиль тоже устареет, а куда вкладывать? А в землю только. Почему? Потому что земля, она никуда не исчезнет. Если вы вложились в землю, удобрили, и она вам дает хорошее урожае, то это вечный бизнес для вас, для ваших детей, внуков и правнуков. Все остальное, оно там, так сказать, может так исчезнуть, что называется. А вот земля развивается только тогда, поэтому в действительности деньги и развитие территории России, развитие земли, это вот абсолютно жестко связанные между собой проблемы. И пока мы не изменим кредитно-финансовую и денежную систему страны, мы никогда не изменим ситуацию на нашей земле. Когда нам говорят, что инфляция, как вот вы слышали, как отвечал, значит, Герасченко анекдотично на вопросы, и он говорил, что ну как, если инфляция, так тогда, конечно, у нас поэтому и судный процент большой. Но вы помните, что инфляция это не закон развития, а дело рук дураков финансово-экономического блока, которые управляют деньгами. И я вам приведу один пример, тоже табличка, это может вам как пропагандистам понадобится. Это Дмитрий Иванович Менделеев, но даже работа-то его, как называется, «С думой о благе российском». Найдите сегодня такую работу, «С думой о благе российском». Вы можете найти работу о благе банкира какого-то, или какого-то нефтяного короля, или какой-то частной корпорации, но нет работы, которые на это нацелены. Вот он приводит цены за 100 лет на все виды продуктов. И видите, как вот все цены в течение 100 лет в среднем упали в 1,7 раза, вот внизу там, да, среднее. То есть цены ежегодно снижались, снижались, снижались в течение 100 лет. Так вот, пример-то, почему мы считаем, что инфляция это обязательный элемент. Да ничего подобного. И таких, значит, историй, ну и при Сталине также, вы знаете прекрасно, что ежегодно в обязательном порядке снижались цены, причем не на проценты. Там дело доходило до 10-20%. За счет чего? А за счет того, что увеличилась производительность труда, товаров выпускалось больше, а денежная масса сохранялась. Значит, соответственно, товары дешевели. Это совершенно логично, если бы у нас все, что мы покупаем, ежегодно снижались бы цены. А уж я не... Но для этого, конечно, надо начинать с чего? Надо начинать с того, что сделать судный процент равным нулю, потом запретить категорически изменение тарифов естественных монополий. То только тогда можно что-то рассчитывать. И тогда мы войдем в фазу ежегодного снижения цен. Просто это совершенно очевидный факт, который, тем не менее, неприемлем. Но это я уже вам показывал картинку. Вот. Ну, кратенько так вот немножко по теме денег. А так, я думаю, что, наверное, продуктивнее было бы, ну, с точки зрения пользы для вас. Может быть, если у вас есть какие-то вопросы уже конкретные, давайте поговорим. Или вопросы, или, может быть, кто-то мне скажет очень ценное и полезное. Потому что на таких встречах я тоже очень многое для себя узнаю нового. И я часто говорю, что мы должны понимать, что нельзя творить себе кумира. Все мы от Бога, в общем-то, примерно одинаковы. И, значит, я такой же ученик, как и вы. Я учусь у вас, вы чему-то учите у меня. Я учусь там и в других местах. Вот. И этот процесс, он такой двухсторонний. Нельзя ориентироваться на кого-то, на общее мнение. Пожалуйста. Игорь Васильевич, ну, вы расскажите про шайворатики. Как это выглядит? Сама жизнь при них. Ну, как это выглядит? Я вам расскажу, и как с ними происходит. То есть, у них так. Когда не было оборотных средств, просто нечем было платить зарплату. Соответственно, рабочие хотели уходить. Не купить корма для скота, значит, коров нужно было резать. Вот. И вот они нашли выход. Они вот начали по образу и подобию австрийского города Вергль. Вот. Они напечатали вот эти, ну, по сути, по функции это тоже деньги, да, там, так сказать. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что деньги, где они? Ну, деньги электронные вот у нас у каждого на телефоне, да. Ведь вы же деньги уже отдали, а они там. А что у вас есть? А у вас просто там, так сказать, цифирь какая-то, которая вам высвечивается на табло. И у вас денег-то нет, но, тем не менее, вы покупаете услуги телефонные. И у них начался такой резкий рост. Сейчас у них баланс какой? Они 20% в шеймуратиках выплачивают, скажем, зарплату, а 80% в рублях. И у них, кроме этого, с поставщиками тоже они рассчитываются иногда шеймуратиками. Но, естественно, под то обеспечение, которое у них есть. То есть у них берут эти шеймуратики, когда знают, что им нужно купить молоко, там, мясо. Ну, то есть та продукция, которая есть у них. И они ежемесячно дешевеют. Поэтому, вот по их статистике, вся нагрузка на удешевление, она ложится не на людей, а прежде всего на хозяйство. То есть люди подгадывают так, потому что там конец месяца шеймуратики падают в цене ежемесячно. И их нельзя, вот, ну, ведь проблема денег в чем? Что они всегда у того, кому они не нужны. А деньги должны работать так же, как вагоны. Вот вам нужен вагон, так вы его берете и как можно быстрее отдаете, потому что за простой надо платить. А деньги человек взял, и они улежат, и они даже растут. Хотя это совершенно нелепость для здравого смысла. А здесь вот они падают в цене. Поэтому 70% расходов по обесцениванию шеймуратиков ложится на само хозяйство. То есть народ подгадывает и вовремя их сбрасывает. Ну и стараются брать, конечно, только на момент покупки. Вот, зарплату получают и так, и в рублях, и в шеймуратиках. И когда у них вот начался резкий рост хозяйства, конечно, это вызвало удивление вокруг. Все там, а как так, как это там? Все разваливаются, они процветают. И начались проверки, налоговая прокуратура, их затаскали по судам. И начали пришивать вот нарушения, связанные вот как бы с выпуском денег. Ну, они же не пишут деньги, там у них написано товарный талон. Вот. Суды шли с переменным успехом, они то проигрывали, то выигрывали. Но в конечном счете они выиграли Верховный суд на уровне Верховного суда Республики. Они выиграли дело. И тогда прокуратура, видимо, протестовала. Это сейчас касационная жалоба находится в Верховном суде Российской Федерации. И сейчас еще вопрос не решен. Но такой любопытный знак, когда уже касационная жалоба была подана, вдруг к директору хозяйства приехали из Москвы и увезли его напрямую. Говорит, утром они уже приехали автомобилем прямо на встречу с Владимиром Владимировичем Путиным, которая была, вот помните, у него была встреча, значит... Процессию с Гражданом России. Да, вот. И он сидел, у меня фотография даже есть, он буквально во втором ряду сидел, вот Путин сидел здесь перед ним, и его посадили там туда. Он не знал даже, куда едет и зачем. И он должен был задать вопрос, но не получилось. Ну, то есть понятно, что именно на самом верхнем уровне руководства страны есть люди, которые заинтересованы, по крайней мере, в исследовании этого вопроса. Что как же так? А в чем тогда проблема, если просто из-за каких-то бумажек изменяется ситуация? Самое главное, вот меня тут, я уже говорил, обвиняли, что я там пытаюсь навязать местную валюту. Да нет, я говорю о том, что какие резервы у нас скрываются, какая-то бумажка начинает, так сказать, жизнь меняться. Ну и любопытно, конечно, что это меняет очень серьезно народ. Вот как прокуратура ставила вопросы? Прокуратура ставила вопрос, что вы ущемляете права трудящихся. И последовательно там задавали вопросы. А вот, ну, входят работники, спрашивают, скажите, вот если бы у вас было право выбора, что бы вы предпочли, взять зарплату рублями или взять зарплату шеймуратиками? И любопытно, ну, люди уже поняли все это. А люди говорят, и так практически все отвечали, что, а, извините, а какая мне разница? Я же не ем ни рубли и не ем шеймуратики. Я ем колбасу и там, так сказать, плачу там еще за что-то. Мне абсолютно без разницы. Мне важно получить товар, а я товар одинаково получу. Что за эту бумажку, что за эту? Поэтому мне абсолютно без разницы. Тогда второй вопрос был там. Ну, а скажите, вот все-таки, ну, вот вам, значит, почему все-таки, вы же можете все получить рублями, а почему вы отказываетесь? Ну, это же удобнее. Ну, значит, один из отвечающих сказал, что, ну, вы знаете, а я знаю, что моя... Если я получу все рублями, то тогда рублей не хватит моей соседке. Она как раз хочет купить холодильник в соседнем городе. Ну, не у нас в хозяйстве. Поэтому зачем я буду брать рубли, если я могу спокойно то, что мне нужно купить за шеймуратики? А пусть она купит холодильник спокойно. Вот. На что прокурор сказал, вы знаете, вы не имеете права, значит, заботиться о ком-то и жить чьими-то интересами. Вы должны свои интересы отстаивать. Вот так вот. Ну, правда, прокурор этот уже, как мне сказали, не работает в этой должности. Вот, поэтому вот такой эксперимент продолжается. Ну, посмотрим. И, конечно же, вот здесь много инициативных у нас организаторов из всех регионов. И мне хотелось бы, чтобы вы тоже так посмотрели. В интернете это освещается, ситуация хорошо. И, в общем-то, людям нужна такая, ну, если угодно, моральная поддержка. И чтобы они могли опереться, ну, так сказать, на мнение и других, может быть, регионов, других специалистов. Ну, вот примерно такая ситуация. У них еще любопытная ситуация с оплатой труда. То есть, такие молодые думающие ребята, у них применена система водопьянова, правильно, Игорь, да? Да, вот система премирования водопьянова, к чему она сводится? Вот я пришел в их контору, у них на стене висит много-много фамилий там и цифр каких-то. Вот что это такое? У них не директор, значит, зарплаты начисляет и премии. А это примерно то, что я вам рассказывал, есть третье подразделение, вот когда, значит, выращивание людей, это тоже считается, значит, проблемой руководства. Каждому из работников они выдают на руки условно там по 100 очков, да, премиальных. И каждый работник распределяет эти 100 очков так, как он считает необходимым. Вот просто это его личное мнение. Этот распределил так, этот распределил так. Так, и вот кому сколько досталось очков, по оценке просто всех окружающих, вот столько и получается премия. Вот я посмотрел таблицу за последний месяц, директор у них, Артур Нургалеев, генеральный, он на четвертом месте, к примеру. То есть он точно так же оценивается всеми наравне, значит, это совершенно другую атмосферу создает в коллективе. Вот, и совершенно меняется психология отношения между людьми. Вот я скажу даже на примере нашего университета. Ну, знаете, есть вот люди там где-то вот, ну, первого уровня после меня, что называется. Ну, и они ни от кого не зависят. Там разговаривают, пришли там, нужна подпись, изучим, рассмотрим. Второй раз пришли, третий, мы еще не решили и так далее, и так далее. И приходят ко мне, жалуются, ну что, я каждый раз там буду вмешиваться. А так, ага, раз попросил, потом он ему шарик нулевой бросает, да, и потом у них даются еще минусовые штрафные очки. То есть, помимо вот положительных, есть еще штрафы, и они выписывают штрафы на каждого. И вот у них каждый месяц, кто сколько получил баллов, тот столько и премию получает. И, причем, кто кому и сколько поставил, это не секрет, там все расписано. Я просто говорю, слушай, а что ты меня это самое так опустил-то в этом месяце? Он говорит, слушай, да ты конкретно вот то-то, то-то сделал. То есть, вот, когда коллектив чувствует свою причастность к управлению вообще, к влиянию на происходящее. Так что, достаточно такая любопытная, в общем-то, структура. Ну, вы знаете, генерал Шеймуратов, в честь его названо это село Шеймуратова. Вот. Очень такая известная и легендарная личность. Войну прошел и был комендантом Крепута. И, в общем, там ребята тоже такие, говорят, ну, знаем мы Питер, Москва, но когда трудно будет, рассчитывайте на Башкортостан. У нас всегда на готове. А есть возможность поменять хоть какая-нибудь, поменять Шеймуратики на обычные рубли? Ну, конечно, значит, я там не знаю до деталей, но Шеймуратики всегда обеспечены товаром. То есть, потому что Шеймуратики выпущены в объеме примерно там, я не помню, они называли, ну, к примеру, 50% от того товарного запаса, который реально есть у них, их продукция, в магазинах, на складах и так далее, и так далее. Поэтому у них нет проблем, потому что это только 20%. И они всегда отовариваются. Поэтому смысла обменивать на рубли я там не вижу. У них такой потребности никогда не возникало. А как повлияло вот Шеймуратики на трезвение? Ну, Шеймуратики, это может быть, ну, во-первых, за Шеймуратики алкоголь не продается. Это у них железное правило. Во-вторых, пьянства у них нет вообще. И не пьют никто. Оно было? Ну, вот Рустам, который там финансовые схемы все эти прорабатывает, он мне сказал, он приезжал к нам в университет, там тоже выступал перед моими, рассказывал. Но он мне сказал так, что вот, Виктор Алексеевич, когда три года назад я посмотрел ваши выступления, вот с той поры я не пью. Но он некоторое время курил, сейчас вот он мне заявил, что он курить тоже бросил. Ну, говорит, пока бросил. Я говорю, давай-ка без пока. И у них там разговор по пьянству вообще его нет, потому что, если там человек вдруг где-то нетрезвый, то, ну, это не обсуждается, он одномоментно с работы выгоняется. И так, поскольку у них благодаря этому хозяйство неплохо сейчас развивается, то у них конкурс желающих работать там, так сказать. Ага, пожалуйста. Виктор Алексеевич, вы показывали ролик сегодня, да, с бичеванием вот Игнатьева, бывшего глава ЦБ. Вот, вот как вы думаете, почему такая ситуация вообще стала возможной, когда Совет Федерации его вот так вот прилюдно и по таким вот вообще раскрытым вопросам вот так вот отлупил? То есть, что это показывает? Ну, мне представляется, как я уже сказал, и вот вопросы, которые поставил наш президент вчера и позавчера, и то, что происходит на Совете Федерации, это, в общем-то, во многом обусловлено общей информационной матрицей, которая уже сформирована в стране. И мы с вами должны понимать, что это, ну, мы можем смело относить в том числе и к нашим заслугам, потому что часто, вот вы знаете, там Кургинян, иногда там, так сказать, и другие псевдо, так сказать, вот лидеры, потому что с точки зрения практических дел, как раз там я не вижу результатов. Он ведь прямо заявил, ну, вот там концептуал, а что у них, где их результаты, а вот в этом наши результаты. Не, значит, не в рейтингах на телевизионных каналах, не в беганиях там с флагами и, значит, на сходках и митингах, а наши результаты вот так. Мы их к себе не относим, но в своем-то кругу мы можем сказать, что да, это наш результат, потому что, наверное, мы с вами максимальное внесли, в общем-то, влияние на то, чтобы такие вопросы вдруг зазвучали. Они же просто так не могли, вот просто так вдруг раз, 20 лет не спрашивали, а потом решили спросить, а что это у вас тут так, да, просто эти вопросы уже выпирают из всех регионов, из всех мест и у всех думающих людей. Вот так формируется матричное управление, в отличие от красивых слов многих великих политиков. Игорь Алексеевич, а есть попытки повторить вот эти шеймуратики где-то там же рядом с ними, у соседей, скажем? Ну, вы знаете, это, смотря как назвать, ну, вот конкретно в хозяйствах таких, может быть, и нет. А так сейчас, если вы посмотрите по стране, то сегодня, не по стране, а посмотрите по земному шару, то во всех странах мира сегодня печатаются локальные валюты, ну, в том или ином виде. Ну, и тот же Яндекс.Деньги, если вы посмотрите, да, который моментально выкупил Сбербанк, это тоже попытка. Потому что, ну, а вот возьмите, вы на заправочной станции покупаете талоны на бензин, ну, это тоже деньги. Что, ну, после того, как вы взяли эти талоны, вам там дали за труд, а здесь вы за деньги взяли. Но когда талоны оказались у вас на руках, это что такое? Да это деньги. Потому что вы приходите, вы отдаёте эту бумагу, а вам за это отдают бензин, правильно? Это что? Это эмиссия денег, точно такая же, можно так понимать. То есть, почему? Потому что они получили в оборот дополнительные средства. Они напечатали эти талоны и запустили их в оборот, а деньги получили в свои руки. То есть, как Шаймуратова. Оно сэкономило рубли, напечатав талоны. Так и здесь. Компания увеличила денежную массу, напечатав талоны. Поэтому, вот, ещё раз говорю, что по деньгам какой-то такой взгляд, что это что-то такое. А это просто цифры, и всё. Они могут быть в электронной форме, в бумажной. Они должны помогать, вот как Аристотель говорил, что есть, значит, деньги, у которых родители труд, а есть деньги, у которых родители сами деньги. Так вот, эти вторые деньги, они чужды природе человеческой, это ростовщичество, которое, это Аристотель. И до сих пор мы не можем понять смысл того, что он сказал. Пожалуйста. Дмитрий Алексеевич, вот, насколько реален вот такой вопрос, если бы на сегодняшний момент, вот, после всех процессов в сельском хозяйстве очень много земель, которые не используются. И на данный момент существует такая ситуация, когда вот видно, ясно, что те сельства, которые отпускаются, либо через сельское хозяйство, либо через плитование, либо ещё как-то там, дотации, они, грубо говоря, уходят, воруются и прочее. Если, допустим, используя сегодняшнее положение вещей, вот те земли, которые пустуют, и использовать законодательно потребительское общество, в котором можно было бы ввести вот эту схему, которая работает с Шаймуратовым, но при этом можно было бы как-то связать, что получить некое государственное поддержку, либо финансирование для развития вот этих вот земель. Через потребительское общество, где там законодательно запрещено, что оно освобождается от налогов, и теми потребительского общества, они внутри уже сами договариваются по обмену всех этих целей. Нет, ну, конечно же, если говорить о развитии сельского хозяйства в целом, не вот в отдельном хозяйстве Шаймурата, а в стране, то надо, как я и говорил, денежную систему менять. А что, государство тоже, каждому будет Шаймуратики теперь печатать или... Но это в виде эксперимента? Нет, так в виде эксперимента надо вот понять то, что сказал наш президент, и в виде эксперимента сделать в ближайшее время судный процент строго равным нулю. Банки пусть зарабатывают на инвестиционных вложениях и зарабатывают от промышленности. То есть банк вложился в некоторый проект, из проекта пришла прибыль, эту прибыль поделили банкиры и тот производственник, который это запускает. Они вдвоем в одной лодке. Это абсолютно понятная схема, работающая, допустим, в Японии всегда. И я другое хочу сказать, вот отталкиваясь от вашего вопроса. Мы с вами, может быть, вот я бы не сказал так в кругу профессиональным, аграрным, да, но для вас я могу сказать. Все-таки что не делается, говорят, это делается наилучшим образом из всех возможных вариантов при той нравственности, которая господствует на сегодня в обществе. И упадок нашего сельского хозяйства с 2000 года – колоссальнейший упадок. Но, может быть, это тоже не просто так. Может быть, это некий знак свыше нам. Может быть, нам стоит задуматься вообще, почему так происходит. Да, можно, конечно, искать виновных, а может быть, нам не надо рассматривать это какую-то трагедию. Вот мы сейчас в перерыве обсуждали, ну, такие вроде бы абсолютно неприемлемые такие мистические, фантастические сюжеты. Ну, давайте, как Чаянов, пофантазируем, помечтаем. Вот эти мечты можно было бы воплотить и в научные исследования, и, может быть, даже в диссертационные исследования. Вот давайте представим себе такую фантастическую ситуацию, что вдруг человечество прозрело и поняло, что все необходимое для его существования содержится в том, что Бог для нас создал. Растения, орехи, мед, молоко и так далее. И так далее. Это просто бесконечное количество возможностей, которые содержат все необходимые для нас аминокислоты и все, что нужно. И вот просто мы с вами отказались от употребления мяса. Вообще, в принципе. Вы посчитайте тогда, во что превратится наш земной шар и как будут жить люди. Они будут жить без крови, без насилия. Я убежден, что тогда обратные связи сработают свыше и прекратятся войны, убийства и человекоедения, которые сегодня навязываются. И тогда наша беда с сельским хозяйством окажется великим счастьем. То есть, слава Богу, что мы не производим мясо. И тогда мы не загаживаем нашу землю. Тогда у нас нет потребности во всем том, чего мы сегодня... У нас высвобождается половина вообще всех ресурсов. У нас пропадает проблема утилизации навоза. У нас пропадает проблема выращивания 80, наверное, процентов того, чего мы выращиваем. Вот я сейчас цифру не вспомню. У меня книжечка в Башкирии мне вручил специалист, очень такой глубокий, серьезный. Но, как всегда, он в сельское хозяйство попал не из сельского хозяйства, а по образованию технарь, физик. Но он там приводит цифры вот этого кругоборота. Потому что ведь все, что мы выращиваем с вами, оно, в общем-то, львиная доля перерабатывается потом в навоз. То есть, нам надо было бы выращивать, ну, наверное, раз в 10 меньше того, чего мы выращиваем. Вот. И жили бы мы совершенно иначе. Так что, вот, давайте вслед за Чаяновым напишем какую-то книжку такую фантастическую о том, как жило бы человечество, услышав Пола Маккартни, построив для начала эти бойни со стеклянными стенами. Вот. Ушло бы от этого изуверства по отношению к себе подобным, к животному миру. И мы бы сняли, я думаю, уж по крайней мере 50% проблем сегодня существующих во всех сферах нашей жизни. А противиться этому будут только те, кто на этом деле делают деньги. Их очень много. Это и торговые компании, это и все посредники, это все импортеры, экспортеры и так далее, и так далее. То есть, сегодня зарабатывают все те, кто не производят что-то, а вот занимаются такими посредническими операциями. А, пожалуйста. Виктор Алексеевич, поддерживая эту тематику, написать книгу. Есть интернет, есть средства, видео, социальные сети. И я наблюдаю, и получается, что я вижу. Вот по всей стране концептуалы, ну сколько, 100 человек активно эту информацию продвигают. Не просто, как это сказать, что-то пишут в комментариях, а работают, что называется, грамотно. То есть, вот я знаю, у вас есть и телевидение, вы сделали такое, да, вот в Москве есть группа. То есть, поднимаются уже на более такой серьезный уровень, ребята. Но мало пока этого. Пока этого мало. А вот, так может быть, заниматься всем? Вот у меня, вот, например, есть ведь интернет дома. У меня есть фотоаппарат, у меня есть, в конце концов, руки, голова. Я ведь могу как-то присоединяться, находить единомышленников через сети, через ресурсы наши, да. Вот, встречаться на таких формах, и тогда нас было бы 10 тысяч телевизионщиков концептуально. Понимаете, да? Ну да. Вот как вы видите это? Так ли это вот? Можно работать нам еще в этом плане? Ну, я хочу сказать, что все-таки, наверное, у нас многие резервы еще не задействованы, но и то, что делается, заслуживает всяческого уважения. Потому что, ну, начиная вот с сегодняшней встречи, там, вот, то, что делает Серов Евгений Иванович, то, что делает группа Концептуал.ру, то, что делает группа Закон Времени, то, что делает группа Внутренний Предиктор и так далее, и так далее. Поэтому нам не надо вот обязательно как-то, чтобы кто-то сверху там дал какие-то команды, кому чем заниматься, потому что у каждого абсолютно разные возможности, абсолютно разные способности. Действительно, есть люди, которые генерируют первичную информацию, и это самое главное. Но не менее важно эту информацию продвигать в общество. То есть нужны и те люди, которые сами, допустим, не генерируют первичную информацию, но они находят способы ее переложения уже в какие-то формы, приемлемые для их категории. Потому что один работает, скажем, в науке, второй в сельском хозяйстве, третий в торговле. Ну, там у каждого своя специфика. И вот для того, чтобы торговые работники что-то поняли, ну, нужен кто работает в торговле, чтобы он в своем кругу как это продвигал. Ну, представьте себе, что каждый из нас, ладно, там газеты и телевидение, но он просто пять человек, если он подключил, так это мы получаем тогда прогрессию. Вы помните, там, игры такие, да, каждый там по пять конвертов разослал, а потом каждый, получивший этот конверт, еще по пять конвертов. Вот вам и, значит, развитие процесса достаточно интенсивное. Поэтому я целиком и полностью вашу идею поддерживаю, только не думаю, что мы должны с вами задать какие-то форматы. Так, ты вот будешь это, ты это, вот движение это имеет силу свою. Может быть, это медленнее идет развитие, но оно идет более надежно и уверенно. Потому что люди работают, ну, по совести, от души, а не по указке, там, так сказать, и не по требованию. И каждый делает то, что он, ну, считает необходимым. Потому что, ну, так и жизнеустроено, что все-таки только соборность нам может помочь. Потому что, как только мы начнем верить в то, что сейчас вот приедет кто-то и всех нас научит, и всем нам расскажет. Нет, мы должны понимать, что вот мы с вами вместе, каждый в отдельности и все вместе, можем как-то сориентироваться и понять. Потому что условия в каждом регионе абсолютно разные, в каждой отрасли совершенно разные. И здесь нужно вот эту специфику учитывать. Но, конечно, хотелось бы, чтобы вот, если у вас есть какие-то идеи, есть соображения, то вы всегда можете найти и с кем-то сконтактировать по своим предложениям или просто сами. Ну, я еще раз говорю, не обязательно же, да, в масштабах там земного шара. А вот конкретно соседи, коллеги по работе. Это часто надежные продвижения происходят только вот в таком личном контакте и штучные, что называется. То есть, если три человека в год вы нашли, которые станут стопроцентными нашими союзниками и сторонниками, это большое дело, на мой взгляд. Спасибо. Так, пожалуйста, вот у нас галерка не получает слова. По поводу вегетарианства, вот сейчас преобладает мясная пища, рыба и так далее. Если от всего этого отказаться, то есть от мяса, прежде всего от рыбы, люди больше будут есть зерна, зерновых, орехи и так далее. Хватит ли ресурсов на это у нас вообще? Сейчас же зерна не хватает в мире, по-моему, в рыбе? Вот я думаю, что ресурсов высвободится при этом, не берусь сказать, но что больше 50%-то это точно. Почему у нас не хватает зерна? Потому что все, ну, подавляющая часть его, она идет же ведь не для человека, она идет на корм скоту, а сейчас уже идет на производство биодизеля, там, этанолов и так далее, и так далее. Поэтому, если человек переходит на естественное, Богом предопределенное питание, то тогда у нас высвобождается ресурсов колоссальное количество. Потому что, ну, кто-то вот мне назвал цифры, что когда человек съедает один бюштекс, то за этот бюштекс, Евгений Иванович, сколько можно в Африке накормить народу? Там другая цифра, там, если в США на одну десятую уменьшить потребление мяса, то всю Африку можно накормить той растительной пищей, которая выращивает... Ну, вот примерно понимаете, да, то есть, если вы на 10% снизите потребление мяса в Соединенных Штатах, на 10%, просто, ну, вот, люди перейдут на вегетарианство, то высвободятся такие ресурсы, которые позволят накормить население всей Африки. Потому что абсолютно непропорционально то, что мы съедаем в виде бюштекса, и то, сколько ушло воды, растительности, солярки и многое-многое другого для этого бюштекса. Вот в чем вопрос. И вы прекрасно знаете, что вот этот миф о том, что мясо абсолютно необходимо для питания, ну, он подогревается только теми, кто заинтересован в продвижении мяса. Это делается не впрямую, а посредованно, косвенно, в рамках вот доминирующей ныне концепции, когда, еще раз говорю, главное – прибыль и деньги, а не человек. Потому что, ну, не может ничего появиться в мясе. Ну, вы прекрасно понимаете, как формируется вещество, да. Что такое барана может получиться, если он ел, значит, вот траву только, да. Ну, это производные травы. Но у человека тоже есть микрофлора. Ну, почему, если барану удалось вот какие-то аминокислоты или какие-то вещества, значит, выработать, и вот у себя чего-то там иметь, то почему человек-то не может точно так же съев эту же траву. Да, у нас разные микрофлоры, разные возможности, но это смотря как, ну, как бы, так сказать, жить, и то и будет развиваться внутри нас. Поэтому, вот, это абсолютно, и такие вещи, которые, вот, считаются, как такие, вот эти мифы о необходимости есть мясо, они очень распространены, и с ними, конечно, очень тяжело, потому что у меня тоже, вот так, беседы бывают на эту тему разные. Я считаю, что нужно быть умеренным во всем, не шарахаться в стороны, но понимать, что главное не где мы находимся, а куда мы движемся. Так вот, хотелось бы двигаться в сторону нормального человеческого образа жизни. И тот, кто попробовал пожить без мяса, он знает легкость души и ощущения, которые при этом испытываешь. Есть, ну, у меня просто знакомые есть, которые в течение жизни ни одного раза не попробовали мясо. В Индии там миллионы людей, которые никогда в жизни не пробовали мясо. И когда мы говорим белок-белок, ну, я знаю, тут специалисты вам уже рассказывали, но вы понимаете, мы же потребляем чужеродный белок. Ну, как может быть белок барана, вы попробуйте человеку, так сказать, если вы знаете, что такое совместимость тканей. Ну, как можно белок барана привить к белку человека? Это же чужеродный белок, и организм принимает этот белок как яды. Он начинает как-то делать все, чтобы этот белок, не дай бог, не оказался бы в составе человеческого организма. Это же катастрофа. Поэтому этот белок надо разложить, надо оттуда что-то вытащить. Не легче ли вытащить из того, из чего это вытащил баран? Так что тут... Михаил Алексеевич, я лчу один. Да? Ну вот, очень хороший пример, и он подтверждает еще раз только одно. Но, что бизнес на продовольствии сегодня, это один из самых крутых бизнесов. Вот мы говорим о том, что да, алкоголь, табак, ну, я сейчас не берусь там сравнивать по объемам, но вы представляете, объем рынка продовольствия, да? Вот где деньги все. Потому что человек, это не автомобиль, который один раз купил и на 10 лет, да? А есть нужно каждый день. И вот это безумные обороты, на котором задействованы транснациональные корпорации, и ничего, кроме интересов бизнеса, там не стоит. Не осталось там даже намека на то, что связано с самим человеком. Поэтому, это вот дополнительная иллюстрация того, что мы, если мы изменим концепцию, и будем ориентироваться на человека, а не на заработки на человеке, то можно, конечно, и земной шар не раздербанивать, как это делается сейчас, и жить весело и счастливо без крови и убийств, как в животном мире, так и среди людей. Потому что Бог, в общем-то, на все это мгновенно среагирует. Пожалуйста. Виктор Алексеевич, некоторое время назад Вы принимали участие в съемках фильма «Воля вселенной» в качестве приглашенного гостя. Вот вопрос по самому названию фильма «Воля вселенной». То есть не является ли это название попыткой или программированием угода атеизм, пантеизм? Как Вы сами понимаете название «Воля вселенной»? Ну, вот тоже с фильмом этим любопытно. Очень молодые ребята. Мне там кто-то сказал, что Вы знаете, вот, ну, там художественные качества, такие леткие. Это не важно. Важно, что, Вы понимаете, это ребята в возрасте чуть более 20 задаются такими вопросами. В то время как другие маститые режиссеры ставят фильмы принципиально иного содержания, они ставят вот такие фильмы, как «Воля вселенной». Но я, например, для себя... Я, конечно, они со мной не советовались ни по названию фильма, там, ни... Я просто там... Они приехали ко мне, ну, повстречались, мы поговорили. Вот и все. А дальше они... Я, например, для себя это понимаю именно как вопрос, связанный напрямую с Богом, да. То есть, воля вселенной... Ну, вселенная же это вот... Мы говорим, что бытие – это все-таки Бог и надмирная реальность. Бог как надмирная реальность. И сотворенное им тварное мироздание. И скорее здесь речь идет о том, что если человек неадекватно оценивает свое место и роль на земном шаре, в природе, во вселенной, то он получит адекватный ответ сверху. Сказать, что это будет земной шар, как живой содрогнется и сбросит нас. Или это произойдет с уровня Бога, или сказать, что это в силе. То есть, это же не обязательно вот непосредственно Божье вмешательство. Если мы с вами нарушаем гармонию вот происходящего здесь, то мы так или иначе получим какой-то ответ и какую-то реакцию. Так что здесь, наверное, я понимаю, что в таком названии, ну, конечно, любое художественное произведение, оно всегда истолковываться можно по-разному. Но воля вселенной, я бы это понимал, как способность вселенной на каждом уровне давать адекватную реакцию тем, кто вмешивается в порядок Богом предопределенный. Вот нарушили вы что-то в конкретном районе, вы погубили маленькую речушку или маленькое озеро, потом ваш ребенок заболел от этого, потом еще что-то. Это реакция вот локальная. Если вы в стране что-то творите, народ страны деградирует. Если вы на земном шаре что-то творите, то возможно, что человеческий биовид просто исчезнет из ноосферы. Ну, я так вот это воспринимал бы. По крайней мере, в сторону атеизма я здесь не вижу какого-то намека. Пожалуйста. Смотрите, одним из элементов является ведение энергорубки, на основе киловатта. Ну, смотрите, гидроэлектростанции, атомные электростанции, светлоэлектростанции, они все наносят вред природы. То есть, в дальнейшем, может, посмотрите, еще более дальней. Какой-то нет. Я в потомстве предприниматель. Как у нас уже антибиотическое проявление. Ну, пока все-таки задача первоочередная. Как-то остановить ту изуверскую концепцию, которая сегодня реализуется во имя, по сути, истребления человечества и уничтожения земного шара. Если нам этот процесс остановить, то тогда возникнут разного рода другие этапы и проблемы. И я согласен, что если бы человечество вдруг прозрело и повело бы себя как существа разумные, то, конечно же, мы бы с вами, наверное, должны были догадаться, что, ребята, так давайте задумаемся. Оказывается, земной шар – это просто уникальнейшим образом спроектированный космический корабль. И ничего больше. Зачем же здесь что-то ломать и зачем что-то строить электростанции? Здесь Бог все продумал и все решил, но только цели полагания тогда нужно изменять, в другом счастье искать и другие варианты развития. Заниматься не техногенным развитием, а заниматься развитием души и заниматься развитием возможностей самого человека. Ну, хочешь что-то посмотреть, но научись, выходите с тела и там не обязательно ящик с собой таскать. Слетай, посмотри, что там в Америке, что там еще где-то. И это не фантастика. Как Вы относитесь к тому, что, возможно, уже из-за изменилась, если это законодательство, но в том числе паспорт, создание поселения, потому что, и, может быть, можно уже опережающим темпом этот проект? Что можно подумать? То есть вот этот проект, это ландшафтно-усадебная организация, может быть нежно уже продвигать, не ожидая того, пока государство создать для этого условия. Ну, вот я хочу, чтобы Вы понимали, мы-то все-таки учебный вуз, да? Мы не можем финансировать какие-то проекты. Мы не можем на нашей земле, она вся федеральная, развивать какие-то проекты. Поэтому наша миссия на сегодня все-таки предлагать вот такие варианты возможного развития для бизнеса и делать какие-то учебно-методические модели. Поэтому, если говорить о том, что на сегодня, у нас сегодня создан экспозиционно-выставочный центр, где на сегодня уже есть что посмотреть. У нас там дома стоят самых разных моделей, ландшафтные разработки, там биоэнергетические комплексы, значит, системы там водоподачи, водоотведения. Вот сейчас мы будем разворачивать энергетические системы на основе газового топлива. Планируем, если получится, развернуть центр по переоборудованию автомобилей с солярки и бензина на газовое топливо. Буквально три дня назад на эту площадку мне на прицепе привезли с открученными крыльями самолет, потом на месте крылья смонтировали. Это самолет сельскохозяйственной авиации, потому что это совершенно неоправданно забытая тема. И здесь мы вот с Министерством обороны эту проблему обсуждали. Они крайне заинтересованы в переподготовке военных летчиков, потому что они уходят. Молодые ребята остаются часто невостребованными по жизни. И это большая проблема такая человеческая. А вот развитие территории России немыслимо без наличия малой авиации, в том числе сельскохозяйственной. И вот я тоже вам приводил уже один такой мистический пример. Вот точно так же с сельскохозяйственной авиацией. У меня состоялся разговор с представителем Министерства обороны. На следующий день вдруг, да, он говорит, что мы бы хотели посмотреть возможности вашего университета, чтобы на вашей базе развернуть вот такую школу переподготовки летчиков сельскохозяйственной авиации, потому что должны быть агрономы, он обычно сидит на месте второго пилота в сельскохозяйственной авиации. И, значит, вот такую задачу поставили. На следующий день мне звонок, просят, нельзя ли на нашей территории там вертолет посадить. Приезжает директор аэродрома соседнего, а он, оказывается, закончил когда-то образование, получил именно летчик сельскохозяйственной авиации. И когда он узнал, говорит, ой, я вас поддержу, все, я вам помогу. И полоса у нас. На следующий день приходит мой знакомый, начинаем с ним говорить. Я никогда не знал, он говорит, а вы что, разве не знаете, что я занимаюсь разработками самолетов? Я говорю, да нет, впервые слышу. Оказывается, да, лучшее КБ авиационное, вот, люди остались безработными, и они создали КБ три года, вот они мне притащили эту модель, уже разработанную. Потом приходит следующий, буквально в течение четырех дней, приходит еще один человек и рассказывает мне о системе вот таких аэродромчиков малой авиации, которые были в каждом крупном сельскохозяйственном предприятии Ленинградской области. Мы сразу запросили карту, оказывается, еще сохранились площадки, кое-где они растащили на даче, там, так сказать, может быть, эти блоки, но во многих местах они сохранились. Вот, поэтому руководствуясь благими намерениями, мы, в общем-то, можем все. А если у нас не получается почему-то выращивание очень больших объемов мяса, так надо задуматься, если не получается, так может, значит, и не надо этим заниматься. Вот иногда вот такие вопросы. Вот если пошла эта сельскохозяйственная авиация, значит, может, это то, что имеет действительно в русле божьего промысла перспективу. Ну, а что касается вот, помогает ли сельское государство или самим, конечно, вот эта идея, она на сегодня вот висит в воздухе, и все понимают эту необходимость, но финансовых механизмов хороших запуска этой программы сегодня нет. Сколько хватает моих сил, мы там разные места, ну, я с Министерством обороны тоже говорил, и с Фондом развития жилищного строительства, и деньги же направляются, огромные на строительство. Но куда? Те же уволенные военные, их поселяют у нас под Питером, скажем, в городе Пушкине. И они потом стоят в пробках, едут на работу в тот же Санкт-Петербург. Ну, почему им не построить жилье где-то в сельской местности, чтобы там была работа и домик, и условия для отдыха? Ну, строителям это не выгодно, на этом деле делаются большие деньги, они делаются только в городах. И вот опять мы упираемся в базовую доктрину, когда деньги определяют все, и направление движения, и перспективы развития, и все остальное. Но у нас сейчас этот проект, мы на всех уровнях руководства страны по-прежнему продвигаем, согласовываем, у нас 400 гектаров сейчас фонд РЖС вывел из федеральной собственности, из нашего управления, и эти земли выделены под агрополис северо-запад. Но получится ли там развернуть этот проект, вот мы сейчас этим занимаемся. Потому что то, что мы сейчас делаем, там буквально гектар-полтора, но там модели уже все есть, а вот если получится 400 гектаров, ну это нужен или указ президента, или постановление правительства. Если бы передали нам безвозмездное, ну безвозмездное государство может внести в уставный капитал, это будет тогда по сути акционерное общество государственное, а потом эти земли можно было бы передавать под взаимоувязанные проекты, и государство бы постепенно выходило из доли, а развивались бы, значит, уже компании, увязанные между собой, и демонстрирующие, как можно жить по-новому на земле. На 400 гектарах уже можно очень серьезный проект реализовать, поскольку, как вы знаете, Сколково это 200 гектаров. Вот у нас сейчас 400 гектаров выведено. Но юридических решений, которые позволили бы нам сейчас вот обратиться к потенциальным инвесторам, и сказать, что да, мы вам можем предоставить землю, пока таких юридических возможностей еще нет. Например, такая обстановка. А, пожалуйста. Просто Юрий Трофисевич, меня зовут Фаэль Нурдинов, и я хочу задать вопрос по непосредственно концепции общественной безопасности. Вы как я понимаю, представители? Нет, я просто имею, как бы, просто собственное понимание некоторое, вот, и я считаю, что каждый из здесь сидящих в равной мере может отнести себя к такой категории, потому что в конечном счете информация, она же ведь аккумулируется вот из разговоров сегодня, из разговоров вчера, то есть такой, действительно, совместный труд. И вот у меня такой вопрос, что сейчас, как бы, существует много сайтов, где представлены материалы концепции общественной безопасности, там, мертвая вода, но немного сайтов, где происходит непосредственно обсуждение именно концепции общественной безопасности. до детальности, там, те же самые уравнения межпрослевого баланса, там, продукта обмена и финансового обмена. Вот, ну, вот это обсуждение вроде как начинается, есть какой-то позитивный настрой, но все как-то сводится к взаимному поливанию, там, скажем так, грязью, какими-то конфликтами, партия КПЭ очень такой наглядный пример это продемонстрировала. И была такая записка внутренней предиктора, она висела два дня, а личность-то и эгрегориальном взаимодействии, она висела два дня на сайте Доту. Два дня повисела и ушла, но это по моей информации, может быть, это на самом деле не так. Там есть такой, как бы, вот, выдержка. Неизбежно встает вопрос, почему люди при соприкосновении с материалами КОП не изменяются, а если изменяются, то, по мнению некоторых, только в худшую сторону. И дальше там идет развитие эгрегориального взаимодействия, структуры психики, двухкомпонентной. И говорится о том, что неплохо было бы дать психофизиологические практики. Что да, там есть записка о культуре личностного общения, есть мертвая вода, но как это все взаимоувязать жизнью, как это конкретно реализовать на практике, ведь достаточно общительное управление, да не то, что управление в глобальных масштабах, а в первую очередь управление собой. Так вот, как это взаимоувязать, чтобы люди начинали, сумели управлять собой, вот, конкретная практика жизни, чтобы не было эти танцы, чтобы она массово пошла, ну, так, в народ. Спасибо. Ну, очень такой вы серьезный вопрос затронули. Действительно, проблема такая есть. Я вот из своего личного опыта просто знаю, что, как это ни печально, но зачастую люди, не владеющие концепцией, им удается организовать совместное дело и успешно решать какие-то конкретные практические задачи. А люди, освоившие концепцию, ну, по крайней мере, в смысле, там, прочтения ее, понимания, даже разговоров на эти темы, то есть они знают, понимают что-то. У них это из моего опыта действительно получается хуже. И вот этот парадокс, ну, его можно по-разному истолковывать, но я бы сказал, что это связано прежде всего с тем, что прочитать концепцию, даже что-то понять, что-то знать, это еще не значит изменить себя. То есть самая трудная работа – это работа над собой. Но когда работать над собой не очень хочется, то легче там, так сказать, потом бегать с книжками и говорить, что «а я вот концептуал», да? И тогда это производит на окружающих не самое лучшее впечатление. Если ты концептуал, так ты просто тихо, спокойно занимайся каким-то конкретным делом. Вот. А мне кажется, что освоение концепции, к сожалению, приводит к такому обострению качества, как гордыня. То есть вот когда человек, ну, вроде как все, ну и тогда он ведет себя адекватно. А потом вдруг, значит, он чего-то начитался, что-то услышал, что другие не слышали. И тогда он на других смотрит уже так свысока. Нет, ну это не для меня. Это они там пусть занимаются. А я-то концептуал. Сейчас дождь пойдет. Вот. Я совершенно другого уровня человек. И вот это мешает вам. Да.